Здравствуйте! И вновь с вами я, Михаил Яська, вашей вновь полюбившейся телепередачей «Иллюзион». Знаете, мне как бы, знаете, и надо сказать, и не хочется говорить о том, какая была смерть у Гудини. В принципе, смерть была очень глупая, и именно его работа, его профессия привела к такому концу. Дело в том, что был такой обряд у Гудини. Когда он приезжал в какой-то новый город, выбирали самого сильного человека, боксера. И со всего маху этот боксер при людях бил Гудини в живот. Гудини был настолько крепким, физически развитым, что он выдерживал любой удар. Была честная история, что он уже после представления в одном из городов штата находился на диване, после представления отдыхал. Трое подвыпивших студента зашли к нему в гримерку, правда не знаю, как они туда попали, как они прошли, кто их туда пропустил. И сказали такую фразу, говорят, что Гудини выдерживает любой удар, и один из них, со всего маху, ударил Гудини в живот. Гудини не успел еще приготовиться к такому удару. И от этого у него разорвался аппендикс. Через неделю он умер. Умер от банального перитонита. По злой иронии судьбы, он умер в 26-м году, 31-го октября. Прямо на Хэллоуин. Вот такая история его. А сейчас я вам хочу показать не фокусный трюк, а то, что мы можем. Мы эскапологи, в отличие от воришек, которые свои умения пользуются, чтобы просто воровать. Господа домушники, вот этот набор, конечно, для вас у многих мечта. Вскрывается любая дверь. Но мы эскапологи, можем даже этим не пользоваться. Для нас достаточно иногда просто-напросто какие-нибудь внешние предметы. Ну вот, допустим, замок. Замок, да? Господа домушники, смотрите и удивляйтесь. Вскрыть замок буквально... Это очень тяжелый трюк. Вы знаете, иногда вскрываешь замок минуту, бывает 3 минуты, бывает 5 минут. Никогда не можешь предугадать, за сколько ты его откроешь. Но бывает так, что и быстро. Не знаю. Попробуем сейчас. Попробуем сейчас. Господа домушники, смотрите и удивляйтесь. Покажите по крупным плану. Чем мы работаем? Господа домушники, смотрите и удивляйтесь. Чем еще мы можем открыть замок? И вот такой маленький рычажок. Вы прекрасно знаете домушники, что такое пины. В обычном цинке 5-6 пинов. Для этого существует прочесывание. Знаете, чем прочесывается, да? Ну, я показываю это для домушников, не для обычных людей. Потому что, прекрасно понимаете, что, ну, вот самое любимое приспособление, самая распространенная отмычка. Вот у нас самая распространенная отмычка. А вот нераспространенная отмычка. Попытаемся. Причем каждый пин пройдем отдельно. Буквально минуту тишины. И нужно каждый пин прослушать. Вот такие мы эскапологи. Итак, я вам также показал возможности эскаполога. В отличие от тех, которые просто-напросто вскрывают двери. Ну, просто варишь. Ну, кстати, вы прекрасно понимаете, что мы, специалисты эскапологи, никогда не будем вскрывать чужие двери. С вами была ваша любимая передача «Иллюзион» и ваш Михаил Яшков. До новых встреч.